Приветствую вас, знаменитого исследования шаманских культур, шаманских практик, известного специалиста по мировому шаманизму, который посетил, наверное, все места, где шаманизм сохранился как живая практика. И вот последний шедевр Оларда, у него около 20 книг, да? Около 20 книг написано Олардом. Наверное, больше даже. Последний шедевр его, это колоссальная, это Тур-де-Форс, можно сказать. Это книга жизни, вот такая. Она, я помню, планировалась вот такого формата. Ну да, да, да. Но бумаги не хватило. Бумаги не хватило, это шаманские карты путешествий души. И сейчас Олард нам расскажет об этой книге, о своих исследованиях в этой области. Мне еще нужна небольшая техническая поддержка. Сейчас мы это сделаем. Сейчас я что-то покажу, наше исследование, как это все происходило. Спасибо. 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 Субтитры делал. Субтитры делал. Спасибо. 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 , спасибо. Спасибо. . . которые рисовали шаманы, начиная где-то с XVII века и современным периодом. Как происходила эта работа? Мы организовали экспедиции в самые разные места. Это и вся Сибирь, и Центральная Азия, и Крайний Север, это Южная Америка, это работа с индейцами Уичоли, с индейцами Шапиба Каниба. Особенно плотная. Там мы везде зарисовывали карты. Как это все происходило? Мы раздавали шаманам большие листы вакуум формата А1, предлагали все необходимое, краски, кисточки, карандаши, и просили их нарисовать, где они путешествуют, с кем они встречаются, чем один мир отличается от другого, какие страны существуют в тех или иных мирах, какие особенно нас интересовали ландшафты этих миров, для того, чтобы сравнить, собрать вот эту базу данных и сравнить эту базу с тем, что было известно по старым картам, которые, как я уже сказал, начали собираться где-то начиная с XVII века, первой карты появляются, и потом уже, ну их не очень много было, но тем не менее, тем не менее, это позволило сделать большой вот такой свод, и это только начало этой работы. Сейчас на данный момент идет работа, работа, может быть, тоже там никуда-нибудь просто, что-то дальше, вот так вот, например, раз, нет, 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 смотри-ка, здесь есть, ну, здесь, а, ну, вот у меня сейчас назад, назад я сейчас сделаю, назад, куда-то к нам подвигается почему-то, так, вот, вот, ну, вот так вот будет, да. В основном это не были карты, карты, которые, как мы делали, собирали там листы, там раздавали, и все, в основном это были карты, известные в старое время, это карты на вунных, на вунных, я сейчас возьму указочку, здесь, здесь расскажу о каких-то основных элементах на этих картах, вот, перед вами как раз находится, это саамская карта, традиционная саамская карта, из Финляндии, это, это старое, старое изображение на бунне, да, это просто, как я покажу, какие вообще карты дошли, дошли до наших дней, со старых времен, ну, то есть, традиционно мы видим, это в центре изображено солнце Тайве, у которого имеются четыре божи, на которых располагаются основные, основные, основные хранители, это и божество грома, это совершенно удивительный персонаж, это божество пятницы, субботы и воскресенья, вот как раз одно из сегодняшних дней, вот это божество, это Миндаш Паррин, или Миндаш Пере, это золоторогий олень, который несет на своих рогах солнце, и здесь мы видим одну интересную такую вот особенность, да, что наше представление о том, что деление верхний, средний и нижний мир, на самом деле, на большинство шаманских карт, оно вовсе выглядит совершенно иначе, потому что мы привыкли считать, что верхний мир, это что-то находящееся сверху, а нижний мир, это внизу, для шамана это вовсе не так, а на большинстве шаманских карт такого деления нету, как верхний, средний и нижний мир, вернее, оно есть, но оно располагается не так, Вот как здесь, да? Здесь, собственно говоря, вот это все, это земля. И эта земля существует в уме, в уме верховного божества, который ушел в запредельные раи, там пребывает в этих раях, и участвует в мире людей, и за него выполняет функции его сын, да? А весь мир находится в его уме. Когда создавался мир, возникла голова из мирового океана, первичного океана, возникла просто плавающая голова, плавающий ум. И этот ум пришлось раскалывать. Вот есть такое божество, одно из громовержцев, которое молотом раскалывает голову, вот эту голову, и из его каналов, из внутренних каналов головы, собственно говоря, вытекает вот эта материальная вода, первичная, и образуется мир. Таким образом, на самом деле, это пространство головы. И такая карта применялась для предсказательного процесса. В центр Тайве клавался в специальное кольцо, или же несколько колец, которое называлось Орпа, и в результате удара колотушки по бубну, от вибрации это кольцо начинало двигаться. И по мире, куда оно сдвигалось, шаман смотрел, но и да, шаман-предсказатель смотрел, куда двигается это кольцо, и как бы это было наглядное изображение мыслей самого Юмбалы, или же Юмбалы, Юмбел, ну у разных графинских народов это божество называется по-разному. Ну вот, он смотрел, куда идет мысль, и как эту мысль можно изменить. Мы здесь видим, что как раз Нижний мир, который традиционно должен был находиться здесь, находится вовсе не здесь. Вот находятся врата Нижнего мира, здесь изображено, как шаман приносит хозяину Нижнего мира божество рота, который находится на коне подношения в виде козла, который вот здесь он купил в православной деревне. Здесь находится хранилище душ, потому что идея реинкарнации, она характерна как для народов Сибири, Крайнего Севера, как и для индейцев обоих Америк. Вот здесь, собственно говоря, изображены сцены повседневной жизни, здесь шаман изображено, здесь находится Матерь Земли, Мадырака, здесь находится Матерь Земли. То есть мы видим совершенно другую картину мира. И когда я попросил самскую шаманку Надежду Фениной нарисовать карту на эту тему, это было буквально несколько месяцев назад, эта карта вошла во второй том, вот это первый. Как я и говорю, что мы готовим второй, где мы рассматриваем связи между картами народов Крайнего Севера и Сибири с картами индейцев Америки, эта карта пошла туда. Здесь мы видим, что пяевость, здесь мы видим уже традиционное деление, это верхний, средний и нижний, нижний мир. Несмотря на то, что на самом деле изображен тот же самый бубен, та же самая карта, но вот здесь мы видим уже смещение, причем солнце здесь несколько. На каждом уровне есть свое собственное солнце. И здесь меня, в частности, интересовали проходы между мирами, потому что в небесной тверде есть проход, в земной тверде есть проход, через который совершает путешествие шаман. Эти проходы, они не находятся даже где-то, где-то как-то, но прямо здесь есть. Как Николай Музыкович Оржик говорит, все проходы находятся внутри нас, как маленькие черные дыры, мы их только должны раскрыть, и посредством медитации мы должны соединить все эти маленькие черные дыры, которые находятся в нас, чтобы они образовали взрыв, и тогда наступит состояние просветления. Это вот в тубинском шаманизме. Здесь мы видим традиционную очень даже лестницу, по которой спускается душа, основные маркеры загробного мира, это река, и несколько переходов. Совершенно уникальная такая вещь, что не все народы переходят реку мертвых через мост, некоторые переправляются на лодке, а вот совершенно просто на днях, буквально две недели назад, встречался с одним марийским исследователем, который рассказал мне о последних своих данных, у него тоже альбом вышел в этом году недавно, о том, что у Марии, например, существует представление о небесных качелях, что когда умирает Мария, к нему в гроб кладутся три шерстяных ниточки, для того, чтобы он на том свете, на небесных качелях качался. И как объясняли современные мари, это качель, небесная качель, она находится, спускается с нижнего мира, и она же, что самое удивительное, эти же качели небесные служат переправой. Переправой через реку мертвых заменяют традиционный мост, лодки, плавающие бревна, или, как мы видим, в более тропических, именно тропических картах, это крокодил может быть, ну, в принципе, в принципе, это вот так вот здесь находится хозяин, который забирает наши души. Я сейчас очень кратенько так вот остановлюсь, потому что здесь на каждой карте можно говорить об каждой карте целый день. Вот такие мы потом делали при рисовке, то есть, вот то, что мы вначале увидели, это большой формат был, нарисован красками, потом мы сделали, делали при рисовке каждому атмос, каждому изображению, и все, каждую мельчайшую деталь мы вот таким образом нумеровали, ну, я нумеровал, в частности. И вот на вот этой карте, это еще интересно, эта карта, то, что она показывает круговорот душ, душ, который совершается вне даже Вселенной, вот это вот вне Вселенной, особенно важно, потому что мы натолкнулись на совершенно интереснейшую такую вещь, как выход за пределы нашей Вселенной на шаманских картах, что существуют карты других Вселенной. То есть, наша карта, наша Вселенная ограничена шаманским пониманием, пониманием это млечным путем, то есть, млечный путь составляет тело верховного божества, как тюрки называют кангы, где хребет является млечным путем, и именно на звезды млечного пути поступают души, которые ожидают следующего воплощения на Земле. И вот мне этот момент тоже заинтересовал, я хотел узнать, как это происходит у Сами, по представлению Сами, мы здесь видим такой же круговорот душ, когда душа спускается по лестнице вниз, и уходит, и здесь она встречает стражей, стражи, которые проверяют его и определяют уже, где ей находиться до дня будущего рождения. Она помещает его в хранилище. Эвенты называют это красивым словом Амирух, которое некоторые народы, большинство народов помещают в хранилище душ на Венере, есть специальные скафандры шаманские для прохождения путешествия на Венеру, когда там бездетной женщине нужна душа, нужен ребенок, она вызывает шамана, и шаман говорит, все будет нормально, он одевает специальный костюм, чтобы выдержать все то, что происходит на Венере, потому что на Венере, как вам всем известно, не очень хорошая, благоприятная обстановка, кислотные дожди, кислотные океаны, и поэтому существуют специальные костюмы для путешествия на Венеру, где находится древо душ. И вот здесь вот показано, как вот это древо душ выходит за пределами нашей Вселенной, которая очерчена вот этим вот знаком первичного океана, выходит за пределы, и вот оно в виде вот таких вот шариков, поступает в распоряжение Мадераке, которое в данном случае расположено на границе верхнего мира, но обычно оно располагается здесь, на других ракурсах на эту карту. И потом через солнце, через солнечные лучи, вот шаман как раз соображен, который это все делает с помощью своих двух помощников, то есть возникает воплощение этой души здесь, на Земле. Дальше была большая работа в архивах, в частности, перед нами сейчас это оригинал карты шаманского компаса Балуа, епутского компаса, где показаны все направления для проведения жертвоприношений. Он также был потом прорисован, вот как вот, обратите внимание, вот так вот он выглядел, и здесь вплоть все до градусов сделаны все эти направления, все это описано, где живут, какие божества, направления для шаманского обряда, для выполнения жертв, а также для путешествий. Совершенно уникальная вещь, потому что полностью этот компас был представлен только здесь. Почему? Потому что он несколько раз уже представлялся, но он представлялся плохо прорисованным. То есть те, кто его делал, кто его публиковал, не имели возможности работать с архивами, и в результате, например, пропустили такую очень интересную вещь, как вот эту часть, там, где живут так называемые коровники, на большой медведице живут коровники, которым путешествует шаман, для того, чтобы увеличить приплод скота, и все было, чтобы хорошо, для блага. Это карта хакасской шаманки Татьяны Кабежиковой. Это в книге есть, с полной выкладкой все того, что на ней изображено. Здесь будет ее прорисовка, вот она, как раз вот она в натуре, вот она в прорисовке. Здесь изображено одно из путешествий к Хану Ольгению, через как раз те самые дыры внутри пространства, в котором мы находимся, что вот они дыры, через которые, собственно говоря, вот это дырю в нижний мир, это дырю в верхний мир, через которые шаманка путешествует, путешествует и спускается по мировой реке и возвращается обратно. То есть совершает некий такой круг по всей Вселенной. Да, вот она летит, душа ее летит в виде птички, вот залетает, залетает вот в эти вот отверстия. Это карта известного Николана Музыковича Оржерка, которого я тоже, я его очень, я его трес на эту карту 15 лет. Ой, 20. 20 лет я его говорил, я его приставал к нему, давай мы сделаем эту карту, да. Покажи, что ты видишь внутри, о чем ты думаешь. И он сделал карту вибраций, карту мировых вибраций, где находится Земля, находится вот здесь в центре, здесь внутри находится нижний мир, здесь я его попросил, его увеличенно нарисовать нижний мир, чтобы он там показал какие-то места, которые там есть. Также он и запросил как раз вот эту идею мультивселенной, где один из шариков, это на самом деле наш мир, один из. Здесь он показал путешествия, и точно так же он показал выход за пределы нашей Вселенной. То есть, в виде вот такой вот спирали он сделал. Здесь находятся райские звезды, но тут надо, конечно, очень долго говорить об этом. Это совершенно чудесная вещь, это, наверное, вершина моей этнографической работы. Это карта старейшего шамана Дугар-Сюрюна Челуловича Оржата, в котором он изобразил как раз мир, примерно так, как он, как чаще всего, он представляется, как раз верхний, средний и нижний мир. Но здесь очень много всяких разных деталей. Единственное, чего мне надо за временем такого рассмотреть. Вот что. Так. У меня сколько, значит, времени еще? Потому что в связи с задержкой, Володя. Плюс 10 минут. Отлично. Отлично. А сейчас у меня, значит, вот как раз это все осталось. Значит так. Я его попросил нарисовать, что чувствует шаман. И здесь он изобразил шаман и взаимодействия. Здесь очень интересно. Здесь внутри показано мелкими-мелкими деталями. Здесь совершенно не видно. Это внутренние органы. Как работают внутренние органы. Это сердце. Как от сердца идет путь. Путь к селезенке, к печени, к почкам идет путь. Как и к глазу идет путь. Здесь пути. Путь согласия. Он сказал, что у каждого органа есть путь согласия. И когда путь согласия нарушен, он восстанавливает этот путь согласия. И, собственно говоря, когда он видит это нарушение, он говорит, да, есть нарушение, он идет в параллельный мир, как он сказал, это черталы, это край Земли, вот он изображен, это еще один дополнительный ярус, в котором находятся 8 миров. Каждый из этих 8 миров связан с теми или иными органами внутри человека, да, и обнаружив некое нарушение в себе или у пациента, шаман погружается в миры черталы, черталы на край Земли, и вот он ходит, 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 ищет, ищет подсказки, и оттуда его уже направляют. Либо верхний мир, здесь изображена гора Кубусту, ледяная дара, здесь мы также видим изображение универсального ума, который, собственно говоря, все это дело создает, и араны, страны Нижнего мира. Каждый из стран Нижнего мира есть свой собственный путь, каждый из аранов, есть страны утопленников, есть страны... Вот мы умираем все от какой-то болезни, да, вот от какой мы умерли болезни, на самом деле в тот аран мы и погружаемся. Мы можем хотеть этого, не хотеть, но болезнь изменяет нашу личность, согласно определенным некоторым шаманским представлениям. И та разрушенная часть, которая разрушила болезнь, помещается в тот или иной аран Нижнего мира. Также мы были прослежены, особенно интересовал путь мертвых, путь мертвых, что изначально, изначально путь мертвых, он идет по природным ландшафтам, и мы видим на некоторых картах как раз страны мертвых, которые совмещены с природными ландшафтами. Мы здесь видим озеро Байкал, это якутская карта, тоже собранная Було. Мы видим на месте Чукотки, на месте Чукотки вот эту огромную темную область, темную область Нижнего мира. А это Китай, кстати. Это Китай, но это карта запредельного именно пространства, потому что здесь действуют запредельные существа. И как мы уже говорили, что изначально, после нашей смерти, нам представляется некоторый наш ландшафт, который мы помним до тех пор, пока мы не перешли через границу. Здесь тоже показано одно из путешествий, одно из путешествий на четыре стороны, когда один индейец силы искал самого себя. Это алтайская карта путешествия шамана, когда он собирается на железную гору, поднимается, вернее, спускается через пасть матери земли, и, собственно говоря, попадает в ее желудок. Вот он здесь, этот желудок изображен, попадает в различные миры, видит различные миры страданий. И здесь находятся страны Нижнего мира, которые здесь в данном случае изображены в виде кишечника. Потому что на многих картах наш мир изображен, как покров гигантского животного, на котором мы обитаем, как вши на шкуре у оленя. Ну, эта карта, это индейцев селиш, которую я наложил на старинную, это карта путемертвых, на старинную карту Калифорнии. Вот как идет сам по себе путь, путь мертвых через природный ландшафт, и страна мертвых находится за одним из притоков реки Сан-Харакен. Здесь тоже изображен путь мертвых. Особое внимание мы уделяли вот этой развилке, и обнаружили, что те народы, которые сохранили в полном объеме традиционную культуру, у них этой развилке уделяется огромное внимание. Почему? Это вообще кругольный такой камень, на самом деле, путешествия в мир мертвых. Следует извилистая тропа, и после этого, как я говорю, природные ландшафты, извилистая тропа и развилка. Самое главное препятствие. Так вот, дело в том, что каждый народ маркирует тропу, по которой нужно пройти, своим собственным маркером. Да, одни говорят, что когда ты увидишь развилку, иногда их бывает две, здесь показано два мира, один вход в мир собак, чтобы не попасть в мир собак, левая развилка, если увидишь следы на этой развилке, туда ходить не надо, потому что мир собак. На самом деле, развилка это довольно большая, здесь показана как раз развилка черталы, там, где стоит железный медный котел и обгорелый пень, рядом с этой развилкой стоит. И здесь начинается. Одни народы маркируют свою нужную тропу красной охрой, и говорят, выбирай только ту тропу, где есть красная охра. Другие говорят, что на этой тропе должно быть обязательно, ты должен увидеть три ступеньки из голубой глины, и ты должен подняться именно по этим ступенькам. Гуарайу, например, говорит, что вдоль их дороги растет табак. Другие народы называют, просто мы много можем говорить, у каждого народа есть свой маркер. Чрезвычайно интереснейшая вещь, потому что вообще мало уделено этому внимания вообще исследователям изучение вот этих маркеров запредельного пути. Такое остается впечатление, что кто-то из реально умерших в прошлом реально остался там и сделал специально для нас эти маркеры, покрасил. Там еще с мостом есть тоже свои роды интересные вещи. Здесь карта турецкого шамана Мануша Лазо, как происходит работа шамана каждый день после смерти. Как известно, любой шаман отправляет душу мертвых в запредельный мир. То есть, собственно говоря, это основная вещь в шаманстве и состоит, провод в душе мертвых. И здесь показано по дням, куда идет шаман и из каких миров вызывается душа. То есть, как раз здесь указаны дни, что душа попадает сюда, шаман прибывает в это место, вызывает ее отсюда. Дальше отправляет ее либо на небо временно, до полного срока, либо в один из аранов нижнего мира. Потом он вызывает ее еще раз на погребальный костер сан. Вызывает уже, то есть, соответственно, либо отсюда, куда он ее послал, либо отсюда. И дальше она уже попадает либо в нижние миры, не обязательно плохие, потому что есть очень много подземных райов. Точно так же, как и райских Адов, тоже достаточно. Мы занимались картами исследованиями психотерических веществ. Это мухоморы, это карта Тана Богораза, известная карта мухоморного пространства Тана Богораза. А также, конечно же, кыны. Все это уже последнее. Это кыны, которые, кыны детев Шипиба-Каниба, это основной мотив наших постоянных, собственно говоря, ежегодных поездок на Амазонию. Это изучение карт Шипиба-Каниба, которые заключены в кыны. Кыны – это не только карта, это еще ноты, это песня. Потому что, как вы хорошо знаете, для того, чтобы пройти куда-то, нужно обязательно и кара, который и является путеводной нитью, которая упорядочивает вот тот хаотичный мир внутри головы после... Внутри какой-то церемонии возникает хаотический мир видений, и и кара упорядочивает этот хаотический мир до определенной тропы. И вот дело в том, что каждому узору кыны – это часть шаманского костюма, реально 1974 года, рисунок на нем. И это все можно пропевать. То есть, этот шаман не только это видит, а он это еще пропевает. И каждому узору соответствует и кара. И каждому узору соответствует тот или иной локальный мир внутри огромного психотерического пространства, той же Айуаски. И идет пропевание. И так далее. То есть, это реально и нотный станд, это и карта, это и вообще колоссальная вселенная. Вот на этом, наверное, все. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо, Ола. Я думаю, один вопрос от всех. Где можно твою замечательную новую книжку приобрести? Значит, книжку. Книжку можно приобрести в магазинах, в интернет-магазинах, в лабиринтах, в озонах, в очных магазинах. Она уже везде. Можно на сайте издательства купить. Она там без наоценки будет. Это издательство Белигоры. Здесь в Москве оно находится. Можно к ним подъехать. Можно заказать домой. Они же и высылают. Вот эта книга, она как раз состоит полностью из... Это атлас. Это прям атлас, состоящий из подробного... Подробного здесь. Карты, 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 карты. Их здесь очень много. Что-то 250, наверное. И вот сейчас вторая. Шаманские карты путешествия души, картографии запредельных пространств. Вот. Спасибо. Виктор, ты это еще? Ваш вопрос. Ну, я хочу поблагодарить за блистячий доклад. Очень интересный, показывающий, что гениальные люди существуют не только, так сказать, в рамках, ну, таких цивилизаций привычных нам, но и в традиционной культуре есть глубоко... Да я вообще был поражен. Вот. Вопрос такой. Как вам кажется, когда шаман совершает свои путешествия в иные миры, он, так сказать, остается в рамках своей ментальности, или действительно, как бы, он может в своих переживаниях бывать совсем в других, так сказать, этих... В состояниях сознания. Нет, не просто в состояниях сознания бывать, а бывать, как бы, резонировать, ну, даже другим галактикам. Ну, что я могу сказать? Безусловно, есть шаманы, которые путешествуют, есть шаманы, которые имитируют путешествия, есть шаманы, которые не путешествуют никуда, но это тоже шаманы. Просто у каждого шамана есть свои собственные техники и свое собственное предназначение в этом мире. Да, есть шаманы, которые с помощью состояния измененного сознания, достигнутого самым разным способом, это может быть от пиота и до голодания, от монотонной игры на бубне до чего-то другого, конечно же, конечно же, это все происходит. И как раз вот эти карты, которые мы рассматриваем, мы просто выражаемся тому, что мы приходим к единому ландшафту, прежде всего, мира мертвых. Изучаем вот эти маркеры, вот эти подходы, вот это все, это действительно как... Это все реально существует. У меня у самого была клиническая смерть неоднократно. Я могу тоже подтвердить, что все это действительно реально есть. Здесь мы проходили тоже и все эти церемонии вместе и с индейцами, вместе и с другими народами. Но для меня это вообще нету даже никакого сомнения в том, что шаманы действительно реально путешествовали на Луну, на Солнце. Есть карты Луны, прям вот реальные карты с лунными поселениями. И я думаю, что это так и Венера, особенно Венера, конечно же. Потому что Венера фигурирует вообще везде и всюду, вот путешествия на родовое древо, на плеяды, есть карты. Да, я думаю, что это все совершается реально внутри собственного ума. И это не делает, это какое-то там умиление в этом, то, что это внутри ума. Внутри нашего ума находятся все эти миры. И когда мы погружаемся внутри собственного ума, то мы выходим из собственного ума и погружаемся в космос, во всю Вселенную. И даже можем, как говорят шаманские карты, мы даже можем выйти за пределами этой Вселенной, где действуют совершенно другие законы, где даже шаманы говорят, что мы очень редко туда ходим, потому что там можно увязнуть и больше никогда туда не вернуться. То есть в основном путешествие внутри ума и внутри нашей Вселенной. Спасибо. У вас будет возможность еще задать Волоку вопросу, потому что он участник круглого стола. Так что он еще расскажет о том, как применять шаманские знания для настоящего и будущего, чем они важны для нас и для будущего человечества. А сейчас перерыв... О, я счастливый обладатель. Только я еще не подписал. Да, подпиши, пожалуйста. Перерыв 15 минут. Давай я тогда подпишу.